Ничто, она просто перестала конверт, и мы идем, блядь, перебирать опять с лопатой. Мы не копаем их. Деньги такой ценой мне не нужны. 20% долбоебов пусть будет. По поводу инфоцыганства. Да, да и будет курс, и что? Те, кто реально честно думает про Ламбу, забейте нахуй еще. Бегите. Лучше купите альткоинов каких-нибудь на сю котлетах. Сука, ты все равно пошел чехвостить. Нет, такой не нужен. Друзья, продолжаем вам давать полезность в рамках работы с арбитражом трафика. И сегодня мы пригласили, собственно, Дениса Харламова. Человек, который в сфере достаточно известный. У Дениса своя арбитражная команда. Преимущественно занимаются трое. Денис сейчас подробнее нам про это расскажет. Но у меня первый вопрос. Я как бизнесмен, он про деньги. И есть ли деньги вообще внутри? Потому что я подписан на многих ребят, которые занимаются арбитражом трафика. И те команды, те овнеры команд, допустим, которые занимаются направлением гемблинга, у них там тачки, крутые тачки, дорогие часы. И явно видно, что они зарабатывают. То есть в случае с ребятами, кто занимается нутрой, почему-то нет таких сигналов, показывающих о том, что типа есть деньги. Вот давай мы это как-то развеем, эту историю. Все-таки есть ли деньги? И если ты расскажешь конкретнее, насколько там арбитражная команда могут зарабатывать, было бы вообще супер. Всем привет, меня зовут Харламов Денис, я овнер команды XLEEDS. Мы уже два года существуем в паблике практически, льем преимущественно ФБ нутра. Нас сейчас 15 человек, у нас разделенные штаты технические, креативные. Мы запустили свою партнерскую программу недавно. Так вот. Ты выдал, короче, самый, скажем так, важный триггер, как рекламное объявление. Конечно. А теперь расскажу, почему внутри есть деньги. Поехали. Я думаю, что нутра и гамбла в целом ниши очень разные и привлекают абсолютно разных типов, ну, типа людей из арбитражников. То есть люди, кто льют гамбло и овнеры гамбловых команд, я думаю, они даже по психотипу другие люди. У них другие ценности. Люди изнутри – это как-то люди ближе к земле, ближе к какому-то оффлайну. Они больше относятся как к бизнесу. Им не надо показывать. То есть как же показывать, ну, что говорит практика. Мы же знаем конкурс, который проходит в больших ППшках, какие объемы наливаются. Все можете зайти, посмотреть и там увидеть, какие объемы плюс-минус, какой ПП в конкурсе. А в гамбле вам никто не даст никогда цифр, кто как льет. Но, типа, деньги там есть. Это принято все показывать. Внутри деньги есть. Внутра вечно жива. Люди тупеют ежедневно, ежегодно, благодаря всем СМИ и всему текущему положению. А связано как оттупление, как и связано с объемами? Чем больше людей тупеют, тем больше мы кушаем. То есть основная целевая аудитория, которые покупатели, которые покупают офферы, это люди, которые, типа, особо не умные? Ну, особо не шарящие. Мы недавно проводили очень большой срез. Мы сделали супернативную воронку, мы сделали креатив. Там была банка, там была скидка. Мы людям с самого старта говорили, что вот эта звезда будет продавать вот этот товар по такой-то цене, типа, что это будет со скидкой. Он проваливается на прелендинг. Там абсолютно релевантный прелендинг. Эта звезда продает товар. Конверсия была очень хорошая, потому что люди понимали, мы их нигде не обманывали. И апрув 30% был. Тут же на другой воронке мы заливаем толченый лук, жареные бананы. Люди переходят на прелендинг. Там вообще история какой-то бабки 70-летней, там, которая бегает по лестнице вверх-вниз. И полный мислит. Мы людей забираем в мислит креативом, потом мы их перекладываем на проку, который тоже мислит. И апрув выше на 10%. Этим людям, которые ведутся на легкие результаты, на завышенные обещания, они легче покупают. Им легче колл-центру продать, нежели по супернативной воронке, где человек, наверное, лит оставил и уходит прогуглить, а продает ли действительно эта звезда этот товар или не продает. И они, как бы, возможно, занимают более какие-то весомые должности. У них навыки делового общения более развитые. Они могут с КЦшником пободаться и какие-то предъявить им возражения, которые КЦшники тяжело обрабатывают. А ребята, кто хочет похудеть на 30 кило за 10 дней, ну, как-то получше опруются, да. Поэтому нутра очень большая, мир огромен, как все говорят, что там Европа умирает, потом Латам умирает. Ну, а если про деньги, то есть, допустим, вот я арбитражник, мне нужно, как бы, выбрать вертикаль, с которой начинаете работать. Потому что мне много этих вопросов задают. Типа, Дэн, вот с какой вертикали, что посоветуешь? И хочется посоветовать, ну, то есть, то, где больше денег. Ну, очевидно совершенно, если ты тратишь свое время, набиваешь шишки, скиллы, да, ты должен, наверное, выбрать тот путь, где финально ты больше станешь зарабатывать. Вот если находиться в этом положении, я еще не арбитражу, вот я только хочу это делать. Вот где объективно больше шансов, больше заработать и в долгую? Ну, это, конечно же, мейнстримные ниши похудения, гипертония, диабет. Нет, я говорю про, допустим, товарку гэмблинг, то же самое, или там бейтинг, именно про разные вертикали. А, ты про разные вертикали? А нутру можно выбрать? Ну, да, конечно. Я выбираю нутру. Нет, ну, понятно, у тебя есть экспертиза, но в целом, по ощущениям, по-твоим. Ну, ты сам не завидуешь ребятам, которые там в свое время выбрали гэмблинг и сейчас там ездят на Rolls-Royce. Я завидую только, точнее, я переживаю и расстраиваюсь только за то, что я слишком поздновато залетел в арбитраж внутрь, и вот это единственное, о чем я имею. Познаватый на сколько? Ну, это было в 2019. А в чем жалость? То есть ты недозаработал деньги какие-то? Ну, я знаю людей, кто в 2017 году в соло делал тысячи лидов в Дейли на там, Латан. С чем это было связано? То есть, в арбитраж колоссально дешевый. То есть, была ниже конкуренция, беды ниже? Да, CPM ниже был. Сейчас цена клика, цена за тысячу показов в Латинской Америке, там цена льда уже стремится к цене льда на Италии 2019 года. Вот мы лили Италию в 2019 году там где-то 4-5 баксов и был Rolls-Royce. То есть сейчас, чтобы Rolls-Royce идти, нужен лид там, ну, 11. Ну, то есть, это связано с чем? Конкуренция арбитражников растет или там какие-то другие компонентатели? Конкуренция растет. Выжгли все-таки аудиторию, потому что столько лить такие объемы. Люди уже все видели. Людям показали все. Мне кажется, люди в Латане, в каком-нибудь Чили, женщина уже купила все похудалки, все средства против грибка, все, что только угодно, и поняла, что мало что работает. То есть, это тема с потолком, хочешь сказать? То есть, каковы шансы там у ребят, которые там типа сейчас начинают лить, реально зарабатывать? Потому что, ну, судя по тому, что ты сказал, это рынок с потолком. То, что есть аудитория, она выжигается и как бы типа дорогой трафик становится и невыгодно. Слушай, она выжигается, но как бы я говорю о том, что люди-то продолжают тупеть и новые воронки появляются. В целом потолка здесь нет. Слушай, потолок так же и в гамбле. Типа, вот есть там миллиард мужиков, они все должны потерять свои деньги, все, и потом не играть. Точно так же и внутри. Я думаю, потолка здесь нет. Вопрос, как ты подходишь только к связкам. Очень важно быть конкурентным по ставке, потому что у китов ставки такие, что ты даже, ну, это просто сразу минус. Важно оценивать рынок, как ты себя в нем чувствуешь. Как его оценить? Вот как ты оцениваешь? У меня уже как бы опыт, как я оценивал в начале. В начале мы просто пытались деньги зарабатывать. Просто пытались зарабатывать деньги и смотреть на всех конкурентов, кто хотя бы в вашей нише в этом гео из конкурентов дает какую ставку. По партнеркам. То есть вы ходите по партнеркам, типа, ребят, какая ставка на это гео? Да, что нужно сделать, чтобы там вот такую ставку сделать? То есть надо не просто просить, нужно вести сейчас двусторонний диалог. Конечно же, все решает нетворкинг. Если ты общаешься с командой, кто льет там хотя бы там какие-то объемы, там 50-100 тысяч ревен в месяц, и они затрагивают там 5-10 гео, если ты имеешь доступ к информации, сколько они получают, какая у них выплата, ты понимаешь, ты можешь представить, что тебе не хватает, чем ты отличаешься от него. И тем самым продавливают менеджеров. Потому что паблик ставки до сих пор, ты заходишь в любой ПП, не знаю, там, Эквадор 6 баксов. Там CPM такой за тысячу показывает. То есть нужно просто общаться с партнерками и сплитить, видимо? Нужно начать работать всегда. Нужно начать делать. Вот сначала начать делать, а потом общаться. Начать делать. Первое. про мониторили партнерки. Запросили ставки. Но. Гео. Как выбрать гео? То есть я типа, вот есть латам. Окей. Залетаем в спай, собираем, просим у менеджеров подборку топ-5 гео ниш, которые сейчас льются. Они вам говорят топ-5, вы пошли в 5 ППшек, вам скинули, вы нашли точку пересечения. Условно, вы понимаете, что Италия диабет льется в 3 ПП, в топ-3. Значит, трафика много везде, на разные офферы. Идешь в спай, смотришь, вдохновляешься, цепляешь, делаешь максимально широкий сплит из преландов, который ты только можешь достать откуда-либо. И начинаешь заливать и надеешься. Какой конкретно объем, допустим, сейчас заливает ваша команда и на какие гео? По ривеню говорить не буду. По лидам тоже особо смысла нет, потому что, допустим, в Индии один объем, там, десятки тысяч апрувов, и в Италии они другие. Но на Европу где-то пять тысяч апрувов и на латам. Это за какой период? За месяц. Сколько человек работает? Ну, где-то 15, плюс-минус так. Сейчас с релокацией есть определенные трудности. Кто эти люди? Ну, то есть, можешь рассказать идеальную структуру вообще арбитражной команды? Потому что ты вот уже это сказал, раньше ребята могли в соло заливать и делали это достаточно успешно. Вот сейчас то, что я сам лично сталкиваюсь, да, у меня есть свои арбитражные команды, это уже такой большой бизнес, где очень систематизирован функционал, каждый занимается как бы своим, у каждого своя мотивация, да, и каждый вырабатывает свою идеальную модель арбитражной команды. Можешь рассказать свою идеальную модель, прям MVP-модель, чтобы начать как бы зарабатывать и естественно, чтобы была динамика к росту. Да, ну слушай, тут можно даже на примере франшизы рассказать, которые... Франшиза это что? Я запустил первую франшизу арбитражную, то есть, я под ключ собрал команду недавно, я вел ее 3 месяца и она ушла в свободное плавание. Мы как раз-таки собираем там вот эту MVP-историю. А кому это нужно? То есть, это... Если есть инвестор, кто хочет себе арбитражную команду, у него есть какой-то... обязательно... Я, видимо, именно тот инвестор, потому что, ну, объективно, у меня был опыт запуска арбитражных команд вот из 10, не знаю, вот одна-две выживает, вот реально. Все остальное просто это деньги в топку, там кто-то расходится, разводится, я не знаю, что-то там не получается, мотивация у всех падает и как бы это все уходит. Вот я инвестор, давай тогда вот так... Давай, продаю тебе франшизу. Продай мне франшизу. То есть, во-первых, сколько мне нужно денег инвестировать, сколько я могу заработать, когда я это смогу заработать и что мне для этого нужно? Смотри, первое, нужно инвестировать в мои услуги. Так, конкретнее. Так, это 3,5 миллиона. Рублей надеюсь? Да, рублей, конечно же. Но сейчас будем долларов переводить. Это 3 месяца. Мы делаем подбор сотрудников удаленный, неудаленный формат. Что это за люди? Это арбитражники с опытом. Нам нужна гарантия того, что там я тебе заплачу 3,5 миллиона, этот арбитражник с опытом завтра не встанет и скажет, что, что, там Денис запускает еще одну франшизу. Я пошел с ним работать. Мы как бы пытаемся, чтобы такого не было. Таких кейсов пока не было. Если мы изначально собираем большой пул людей на собеседование, проводим, берем первый список, кого-то по приоритизации оставляем в запасе и работаем с ним. Если кто-то отвалится, мы просто докидываем из тех, что есть. Давай, по составу команд, кто эти люди? Мы стартуем где-то с 5-7 байеров стартовые инвестиции. Чтобы начать лить, это нужно заложить где-то 200 долларов в день на байеров спенда. Сюда плюсом сервер, трекер, антик. Сколько денег? Я вообще не шариваю? Вся эта ерунда будет тебе стоить 60 тысяч в месяц. Все сервисы, которые тебе необходимы, чтобы запустить команду, 60-100 тысяч рублей. Сколько нужно оборотки? 200 долларов в день на байера. закладываю 5 человек. 5 человек тысяч долларов в день. Помимо 3,5 миллиона, которые я даю тебе, еще мне нужна тридцатка, это 30 тысяч долларов. Да, но это как бы такая стартовая цифра. Вначале мы не собираемся лить много, потому что это будет обречено на провал восьмидесяти. У меня только цифры. Я уже потратил 5 миллионов рублей. Практически 100 тысяч долларов. На третий месяц ребята должны выйти на 700 тысяч долларов, на 700 тира тысячу спенда в день. Это профит такой? Нет, это спенд. Спенд, хорошо. Профит будет зависеть от того, как все будет получаться. Но сейчас по рынку 50% рои это люди не гнушаются таких цифр и сидят зарабатывать на бене. спенд 1000 рои значит 500 или как? Ты 1000 потратил полторашку забрал. То есть твои 500. То есть это хорошо. Сколько я заработаю за месяц с учетом этих инвестиций 30 тысяч в оборотках? У нас еще будет нас преследовать процент за пополнение платежек. Он там где-то 4% он идет от спенда плюсом вот эта суета с сервисами расходниками аккаунтами. Аккаунты мы здесь кстати не считали я говорю только про техническую часть но аккаунты все зависит от сетапа. Кто-то будет лить на высоколимитных дорогих редких аккаунтов кто-то на объемных дешевых таких аккаунтах. Мы в рамках франшизы построим все модели и люди выберут что им больше подходит потому что не все могут работать на авторегах точно так же как и не все могут работать на больших лимитах. Я думаю надо диверсифицировать составить людей кто работает у кого понравилось запускать три аккаунта в день он остается на высоких лимитах и мы можем его обеспечить таким количеством потому что условно всю команду мы не можем обеспечить высоколимитными аккаунтами. Это дорого это будет простой большой потому что иногда часто бывают очереди часто невалиды часто суета и иметь автореги всегда и умение работать с ними всегда вин для тебя потому что ты день в день отпускаешь штраф дешево. 5 байеров кто еще? 5 байеров я отдаю финансиста кто полностью снимает все траты персонально по каждому все ведет аналитику это аутсорс это аутсорс решение оно как бы бесплатное в течение франшизы потом можно это оставить там сами ребята заплатят у меня есть креативный отдел это верстальщик дизайнер копирайтер и руководитель они занимаются полностью продакшеном они выкидывают в залив готовые прок забирают они следят чтобы все было переведено правильно заверстан тестовые лиги оставлены чтобы в байер отдавались только готовые решения которые вы просто запускаете и смотрите цифры от байера нужно правильно запускать работать с фейсбуком и смотреть в аналитику кейтар все по сути это заливщик по большому счету нет это не заливщик заливщик он только запускает бездумно сейчас нужно отключать компанию потому что компании плохо цепляются на ручки они перекручивают нужно следить за числыми поясами это опыт кто-то запускается на паузе кто-то отложенным отложенным запуском кто-то пофиг в лоб долбит и мы должны потратить много денег и времени чтобы люди увидели свои ошибки потому что учиться на чужих это невозможно к сожалению как бы ты ни пытался не я с своей стороны не направляю туда где опасно дорого скам просто делайте вот так но делайте хорошо а связки в итоге кто ищет то есть связки связками изначально мы обеспечиваем я помогаю завести команде во всех ппшках топовые условия под типа нашей ревкой и ставки эти не срежут я как бы гарантирую что трафик хороший не будет ни следа никакого мы делаем топовые ставки сразу на старте которые выше там на 30-40% чем у рынка и это уже огромный-огромный буст по сравнению с тем что если ты сам просто будешь создавать команду будешь ошибаться тебе будет скамить ты будешь лить всегда ну в основном в минус из-за того что ты не конкурентен просто поставки связками мы обеспечиваем и также выстраиваем процессы как мы их сами генерим куда мы смотрим допустим на цепалайф я недавно рассказывал пошаговый мануал куда надо покликать чтобы взять дизайн и взять контент органический контент все что нам надо просто заверстать сделать рерайт добавить нужные офферы в инфоповоды и все то есть без креативного отдела сейчас невозможно для ребят даже средней руки потому что если ты не в топе поставки если ты льешь по-честному за свои полностью и достойно платишь арбитражникам у тебя просто колоссальный хай риск денег сколько ну смотри если по 205 человек подвести спанда с каждого 30 тысяч спент вместе если у нас рой 50 ты зарабатываешь 15 тысяч долларов но чистыми да но туда войдут расходы зарплаты по той сетке которую мы с тобой но реально чистыми сколько денег не будет ну чистыми ты заберешь где-то семь с половиной семь процентов то есть инвестировал сотку забрал семь у меня покупаемости полтора года при хорошем раскладе нет у тебя не окупаемость полтора года в хорошем расплани ты каждый месяц растешь каждый месяц растешь получается у тебя будет увеличивать сырой у тебя будет где-то снижаться косты тебе платят день в день так тогда я куплюсь то есть какая окупаемость я думаю 6 месяцев это очень плохой распад ну типа сотку свою я куплю за 6 месяцев да ты ее можешь вероятнее всего ты ее купишь за один месяц в течение этих 6 месяцев франшиза по времени сколько идет три месяца где гарантия того что она будет зарабатывать какие риски у меня есть ну то есть по сути я покупаю твою экспертизу правильно же в этом все это сопровождение я покупаю твою экспертизу и твои процессы потому что ты их все что наработал ты транслируешь сюда я так понимаю да все рассказываешь показываешь что делать но вот где гарантия что ты когда уйдешь да та команда которая останется она продолжит приносить деньги именно это мы и пытаемся сделать чтобы люди под конец сами принимали правильные решения они делали правильные тесты они не шли туда куда не надо и я понял то есть гарантий каких нет ну как как мы можем дать гарантию ну зайди на авито открою парикмахерский салон барбершоп у тебя окупаемость будет 10 лет любая франшиза в оффлайне окупаемость 5-10 лет у нас окупаемость до года да это хай риск но ты за год можешь заработать деньги которые ты никогда не заработаешь никакой оффлайн франшизе успешные кейсы есть уже какие-то успешные кейсы есть вот франшиза единственный который я запустил она успешно и куча кейсов у меня есть также продукт менторство я на сутки приезжаем разбираем процессы перестраиваем их кого-то у тебя получается такой арбитражный консалтинг я бы сказал ну да я называю это менторство можно называть консалтинг да это твой основной источник заработка и да нет конечно я это делаю потому что есть желание делиться я из-за этого пошел три с половиной миллиона это как бы нормальный нет это уже слушай я чувствую силу первая франшиза не запускалась за такие деньги первое менторство не стоило 500 тысяч она стоила 100 из-за того что ты из раза в раз чувствуешь что людям заходит какая польза есть и ты понимаешь какая может быть и ценность нет конкуренции я ставлю столько сколько хочу ваше дело брать или не брать я никому это не продаю я ни разу в жизни нигде не набирал набор на менторство есть свободные места блять или на франшизу вот я провел ко мне люди подходят на конфе или списываются мы что-то делаем можно осветить можно я в инстаграме показываю вот менторство вот такая команда такие проблемы вот тот и сделано следить вот и прогреваешь но учитывайте за иначе то есть это это твоя оборонка и прогреваешь аудитория можно сказать что что это прогрев но он настолько мягкий я никому я людей выбираю есть куча людей кто приходит с непонятным запросом то есть мальчим ожидания ну кто эти люди на твой взгляд которые готовы платить три с половиной миллиона за контент получается за информацию но это не информация ты во первых получаешь ставки ты получаешь партнерку ты получаешь как минимум партнерки же тоже ну то есть они же понимают что это не ваша команда носите я на месте партнерки бы вот допустим мы с тобой работаем дали тебе ставку мы тебя знаем все хорошо но я ты привел своих ребят которых ты курируешь условно и ты понимаешь что они идут с каким подходами как они льют понятные прозрачный показатель но я знаю точно что ты через три месяца уйдешь я точно знаю и гарантия того что они не начнут там как бы творить дичь да она как бы есть я партнерка я бы сразу порезал бы искала ребят а давайте вы сейчас месяц от без дениса поработаете и я посмотрю на ваш трафик и начнем все сначала я бы так сделал я думаю что подобные мысли они могут возникать у всех да посмотри если мы с тобой работаем три месяца если я привожу тебе команду я за них ручаюсь ты сдаешь мне ставку как у меня мы начинаем работать ты уже видишь как минимум два выкупных месяца на 3 я как бы ухожу ты его не видишь ты запозданием видишь какие у тебя есть основания переживать я не совсем понимаю потому что я строю систему я не просто фишек накидаю чтобы не такие вау-вау-вау что-то заработали а потом а потом начинаем лить не слит а потом отдал клеем вместо на самом деле мысли такие придут это отношение к обычному любому вебу если ты видишь что у них падает выкуп ну и убив что что я могу сделать я же не скажу ребята начинает лить вот так когда я ухожу ну то есть ты за них гарантию не ответственности не все же если я уйду а люди захотят сменить подход так они сменят потому что они как только у них будет теряться роя а у них он будет теряться хоть немножко даже можно пропадет экспертиза у них сразу возникнет идея а чего там то есть подкрутить чтобы как бы зарабатывать больше ты сразу переживаешь это идешь тот вектор что станет хуже хуже конечно блин я не я не думаю так я думаю что надо сначала тестить а потом смотреть куча изменений можно сделать будет также будет хуже будет лучше ты из трех направлений сейчас выбрал только худшее для себя хорошо ладно первый плюс значит то что ты даешь ставки больше чем они могут получить в принципе просто ты даешь поручительство так же сейчас франшизу мы запустим в рамках новые франшизы будут запускаться на платформе моей партнерки и я уже могу так сказать что если партнерки то что я запустил партнерку мы прямой рекламодатель европе сейчас сейчас делаем товары в лотами у нас сейчас есть гипертония диабет похудения мы уже давно сами своим баингом льем паблики она пока ван паблики домен публичный можно зайти мы на такой же платформе как и многие ппшки то есть все понятно я дам еще более крутые условия чем даже условно конкурентов я буду в нами партнерки они как бы но не ревнуют в том плане что там там ты вылили к нему траве к ним трафик сейчас появилась как бы свои продукты нет вот этого какого-то давления в том плане что ребятки там вот или идти туда идти да нет я тебя умоляю но всем нужен трафик тот кажется денег между мы заберем 300 лидов дейли и 100 лидов дейли и ничего дейли я думаю они выберут 100 лидов дейли а зачем тебе партнерка то есть мне так я вообще всегда был за процесс я в на всех концах единственным не знаю самая моя сильная экспертиза это построение тестирования поставить построение креативного отдела и понимание как двигаться как мыслить чтобы залетать в любое гео в любую нишу чтобы не пиздить а создавать вот создать такое мышление с которым ты можешь запускать те ниши которых ты даже никогда не лил благодаря ппшки я имею возможность давить на скрипты и делать воронку полностью от креатива при лендинга до звонка если я хочу какой-то лид магнит сделать супер крутой какой-то подарок дать своим клиентам либо какой-то там промо код либо еще что-то супер всякие фишки чтобы мне эту лабуду согласовать с большой ппшкой а все большие ппшки они за бюрократизирую потому что там хэд оф хэд над хэдом хэд блять пока это все случится у меня уже фпшки будут падать и трав кончится соответственно я в параллель когда создаю связки я создаю связки и в кц и не знаю мне очень нравится то что мы сейчас делаем как мы работаем как мы видим как даже от креатива входящего по воронке у нас протягивается выкуп как он меняется все это все не мифы как прыгает выкуп он не от прокал зависит он даже от перейти у за из от изначального клика который ты получил и я хочу получить максимально возможную экспертизу в этом чтобы я знал если я хочу выкуп я ставлю банку если хочу дешевые лиды я ставлю чесноки если я хочу между я что-то делаю между я могу идеально подбирать ставку финальная цель просто больше зарабатывать больше маржинальность получается контролируешь его полностью воронку продаж от первого клика до обручения этого товара клиенту это это единое получаются воронка и за счет этого ты соответственно конечно же дополнительный источник заработка как рекламодатели я понял кто в эту партнерку будет лить искал приватная то есть вы сами льете ли то сейчас льем сами буквально там несколько вебов я готовлю предложение для топовых команд то есть я запросил ребят что вам интересно какие у вас там ставки что вы ожидаете папру я сейчас все это сравняем и произведем мы сделаем альтернативные форм-факторы банки которые льют они на объеме мы выдадим нет супер желание выкатываться в паблик потому что я считаю что лучше держать супер крутой эксклюзивный сервис для 20 вебов чем быть посредством таким же как и все для 100 вебов у меня уже есть ряд идей которых нет ни в одной пп это будет супер конкурентное преимущество мы будем для наших топовых вебов все кого мы сейчас будем приглашать а мы сейчас уже нанимаем наконец-то людей кто будет заниматься не я заниматься подключением и ведением а специальные люди мы будем делать услуги нашего продакшена будем предоставлять вебов чувак чё тебе надо ты сказал тебе нужна ставка нужно прав мы тебе сделали чё надо тебе а и сразу марки вами выгружаешь 10 связок прям вот эти три медицинские 3 селебами 3 новостные завтра ждем трав типа шок что еще нужно отработать что я же как веб понимаю что меня бесит где я оступаюсь и долго медлю перед тестом в новую пп это как всегда какая-то возня суета сапе но это обычно первый раз такое бывает когда ты впервые заливаешься и я зашел там прокал все косячные на форме в карточке там условно какой-то там slim по тексту проблескивает какой-то другой оффера то есть ппшки очень херово работает в этом плане не вычитывает они просто залетают конкурентом берут меняют банку текст форм-фактора даже очень часто форм-фактор они не проверяют они берут капсулы и херачит в каплю мы будем выдавать связками сразу технически с настроенным аппи как вы будете выбирать команды кому дать есть же связки по-разному конверте это больше меньше как вы будете распределять кому-то с большим роликами кому-то с меньшим но мы же не знаем с каким они будут роя то есть мы же не даем то что мы сами льем мы будем генерировать для пп для вебов под запросы связок чтобы они не заморачивались мы будем конечно забирать обратную связь и условно если мы на старте я бы хотел дать всем 10 связок и получить через две недели обратную связь по категориям что зашло они нам не нужны цифры просто выделить нам 3 топ прокла и наш руководитель креативное дело сядет мы их как пишем мы же не пишем просто тексты все прокла разбиваются по стори телу на маленький лид магнит и здесь вот такие-то фишки здесь такие здесь такие нам говорят за конверте вот 4 5 6 мы залетаем что если там что-то общее как какое-то зерно или чем они отличаются от самых худших и мы начинаем раскручивать эту идею которую эти лид магнита которые у нас были эти инфоповоды в удавшихся и мы просто уже типа рерайт им и отдаем им дальше на тест то есть я хочу сделать вот такую вин-вин работу где мы будем заебывать байеров чуваки чё вам сделать чё сделать вам чтобы не они такие сырой просел все пиздец мы трав убрали чтобы мы видели если трав как-то проседает ребят не льется окей а если не льется тушь не конвертит мы уже хотели бы вам предложить что-то и это круто потому что найти копирайтера арбитражную ебать проблема это я знаю верстальщика который будет делать быстро и много тоже обалдеть какая проблема человека кто будет все это четко отдавать на переводы собирать проверять отправлять тест в элит тоже проблема это отдельный отдел и многие команды не не хотят его строить потому что очень многих команд и все это всегда говорят а я типа как бы как-то особняком иду все льют стандартные проклы мы льем стандартные проклы у нас сок я бы хотел зарабатывать деньги осознанно даже если я буду зарабатывать столько же сколько они но я буду делать сам связку с нуля писать и столько же просто тонн ее взяла так и спп и залил я сделаю сам я буду кайфовать в 10 раз больше то есть я буду счастливый человек я буду чувствовать что я занимаюсь бизнесом что я имею силу не что она просто перестал конверт и мы идем для перебирать опять с лопатой мы не мы не копаем мы пытаемся сделать чертеж и собрать если вернемся к модели идеальной команды 5 баров мы уже их посчитали финансист понятно аутсорс дальше креативный отдел это мой аутсорс тоже аутсорс кто там в креативе дизайнер дизайнер копирайтер верстальщик и руководитель после трех месяцев когда уже сопровождение закончится мы можем отдать под абонентское обслуживание введение пока мы работаем уже с несколькими партнерками это тысячи долларов до 10 прокал мы делаем месяц до 1000 долларов в месяц это до 10 прокал это и райты это полная с нуля это по всем каким хотите это за любые лид магниты любые ваши идеи хотелки мы делаем вот мы сейчас ступешки делаем чтобы они отдали вебом и точно так же стали блин клёво давайте мы вас будем продлевать и вот так же можно франшизе отдать целый отдел по цене ниже одного верстальщика которого ты еще пять раз переуволишь и конечно же прогер кто будет заниматься интеграцией следить за серваком настраивать api но это это кто занимается техничка это это джун даже на удаленке на корке можно найти человек из такого специалиста я не даю таких у меня много то есть получаются к этим пить и его найдем байером нужно найти еще до еще технический специалист это будет отдельный зарплатный фонд но это там обычно до 70 тысяч удаленка или офис что-то удаленка теперь теперь удаленка если мы убрали все эти факторы то есть как лучше да ну конечно удаленка почему все топят за то что типа в офисе там можно контролировать можно это супер понятно консервативно классно но мир диктует другие условия топовые компании работают на удаленке не там google всех распускает и ничего но такая вид была реально ну то есть вот сейчас я я инвестировал если что пятерку да типа я хочу чтобы точно все получилось вот смотри можно собрать оффлайн у тебя под крылышком самое главное условие чтобы у тебя был хотя бы какой-то один человек которому ты доверяешь то есть потенциальный тимбит если человек ищу но это какой-то должен быть твой знакомый которому ты доверяешь вот это более приоритетным будет в выбору типа в нашем матче сильно опаснее если ты выступаешь чисто как инвестор говоришь типа я хочу воде бизнес-план блядь когда углевать так и я всегда говорю сразу если ты не готов быть операционки вам пизда вот если ты как инвестор хочет инвестировать тебя наебут на всех этапах на всех вот только я выйду оттуда все будет валиться у тебя должен быть чел которым ты доверяешь тимбит твой партнер который по-честному будет рубиться за твои бабки как за свои обычно те ребята кто собирают у кого есть заявка на франшизу на ментос то это уже текущие команды люди у которых были команды там развалившиеся команды все равно какой-то костячок два-три человека всегда есть какая-то связка там два инвестора либо инвестор и очень крутой байер потенциальный тимбит такие заявки типа есть бабки когда там икс о нем не не мое не возьмусь я заработаю деньги на трафике мне не надо чтобы кто-то там сказал что отдал денег мне обещали 6 месяцев он не окупилась и он не понял этого что и ты ты зашел в хай-риск тебе сказали об этом все разложили сука ты все равно пошел это че хвостить не такой нену деньги такой ценой мне нужно если по команде понятно но одному реально как бы начать арбитражить с нуля и зарабатывать я не говорю какие-то космические деньги сколько штуку баксов вообще штуку баксов и один еще один то есть одному можно из без дизайнер копетора и тара технический специалист ну да из-за того что это 1000 баксов не это не большие бабки ты же не отдаешь команде никакого профит найди там какого-то чувака как раз пашка настройки api сделать даже креативы все переведет ты вот не знаю если ты лить умеешь или ты все все изучил и начинаешь вот кстати да совет твое как ты это видишь насчет обучения я всегда топил за то что вся информация по арбитражу в паблике типа если ты заморочился там прогуглил поискал нашел ну это значит ты отработал и не как бы еще на это и не денег не потратил но сейчас появляется большое количество кейсов значит ребят которые продают курсы арбитражных много мы их не будем называть чтобы не рекламировать но один из этих курсов я прикупил не новом смысле не то что это как бы это я посмотреть да мне интересно просто было и они стоят значит нормальных бабок вот реально нормально но випки дабы дорого объективно дорого я заплатил за самый дешевый онлайн курс 35000 ни хрена себе вообще ну и вопрос то есть я не шарю как мне лучше блин стартануть где мне лучше найти эту информацию чтобы иметь больше шансов вообще запуститься в плюс эту штуку баксов хотя бы начать зарабатывать смотри арбитраж это self-made такая ниша все все арбитражники они self-made этому не учат в школе этому не учат нигде люди пришли как и в кучу я вот в контакте в паблике узнал если ты способен углубиться нарыть что-то просчитать прикинуть почувствовать то ты сможешь здесь двигаться если ты думаешь у тебя надо прийти вот так вот научить тебе будет тяжелее то есть если у тебя ты так воспринимаешь научите мне конечно люди разные допустим если у меня есть деньги это важно если ты с голой жопой а сейчас инфы передоз вопрос передос инфы или ты чувак кто я готов потратить 200 тысяч поучиться и тебе вообще это не щелкнет и ты понимаешь что ты будешь более ответственен и тебе такое лучше заходит из какие-то личные созвоны у вас будет так бери курс если ты вот так вот от него ждешь чего-то не бери курс не за какие деньги если ты чё-то от него ждешь не надо если ты хочешь сказать что типа вся бесплатная инфа в принципе есть нужно заморочить бесплатные инфи да блин все доклады мои посмотреть на этот полный пиздец все все доклады мои какие дают сетапы на высоколимитных аккаунтах на на низких лимитах чё креативы как тесты вон у меня в инстаграме есть топлинк и там все видео с моих докладов там посмотреть ну часа на два но это самое но это актуальная классная информация это лучше чем читать кучу-кучу-кучу кейсов кейсы это вообще шляпа полная не все оторваны от действительности но курс можно какой-то конечно прикупить расходники дай совет искать расходники ладно мы там плюс-минус научились понимаем что как это технически нужно делать но большая еще часть вопроса связано с расходниками это фб аккаунт это платежки прокси и так далее так далее так далее то есть как вы это закрываете покупаете может какие-то собственные вас решения есть и где вообще людям можно посоветовать все это брать так но у нас помимо креативный отдел есть фарм отдел мы фармим king это посадочный аккаунт куда мы привязываем добавляем там высоколимитный аккаунт либо там авториги авториги мы сами не делаем мы их покупаем они есть везде на лековой шопе на просто в бей купить авториг facebook в индексе там будет куча агрегаторов с разбивкой по наполнению по цене что это за аккаунты это все покупаем в паблике тг либо сайта king делаем сами посадочные но также есть куча хороших ребят кто хорошо фарм тоже в телеге если ты в нише немножко копаешься ты уже знаешь где скам и где нет просто чисто по охватам по по отзывам прокси купить также куча ребят во всех чатах спамят продам прокси можно просто в поиске по чату нажать продам прокси и смотришь там продают бурж прокси мобильный прокси у нас своя ферма в литве модем там свистки наше решение как бы также есть ребят кто продает от недорого 50 баксов за один мобильный порт источники то есть я знаю что вы в основном работаете с фейсбуком но вот на твой взгляд еще как бы лучше стартануть ну и быстрее наверное все же хотят как-то быстрый результат наверное да то есть это нормальная история если тратишь время побыстрее чтобы все это купилось вот с чего лучше сквозь точника стартануть чтобы точно не облажаться и хотя бы какие-то копеечки уже начать заработать джану будет наверно тупо если я скажу не про фейсбук это будет лукавство такое я говорю за то что знаю фейсбук бывают моменты когда все плохо и в это плохо у всех независимо от скилов и возможностей материальных фейсбук очень простой источник очень простой его и там и пера билит хвост и гриву и платежки не суперсложно вязать то есть источник простой информации много запускается довольно понятно не без боли нужно подумать как все разбанивать с каких аккаунтов что как запускать не нужно каких-то супер опознаний по клоакингу все все в паблике там три кнопки нажал три фильтра все работает то есть не надо ничего сложного фейсбук конфа ты проводила конфу я видел связано вот как раз с товаркой зачем тебе нужно вообще в принципе то есть какая была цель этой конференции что ты хотел вообще достичь деньги заработать и и и какие планы дальше то есть потому что конфа было давно ты уехал допустим из россии я так понимаю что их не особо не планируешь возвращаться да то есть какие какие новые планы цели вот в этом в этом направлении себе ставишь так конфа было 28 января это была первая конфа 22 года и вообще первая в истории конфа который это был метап на 250 человек которая организовывала внутрь команды не ппшка просто внутрь команды это была встреча не знаю единомышленников потому что я сам чувствую необходимость получить много контента по нутре если я прихожу на кинзу на мак на цепала не важно куда у меня блок внутри вот такой из которых там реальных спикеров которых я бы честно хотел послушать там 12 мы собрали на тот момент на сцене самых крутых практиков кто не выступает на каждой конфе условно как я вот в двадцать первом году потому что считал там что мне это нужно кто реально сидит и зарабатывает бабки сделал потому что то что могу так же как и спикерство также все эти групповые консультации франшизы менторство мне неинтересно меня другой другой психотип я тепла лаунчер я люблю много что запускать меня заебывает рутина мне не я если дадут выбор запустить 5 крутых проектов кто принесет по 20 долларов либо запусти ебаш один кто принесет 200 я выберу 5 вот мне комфортнее мне круто я просыпаюсь улыбкой я люблю когда мне эти эмоции захлёстывают это меня драйвит и ведет сидеть просто блять киркой ебашит в гору оттуда монеты сыпется не не про меня история планы с конфой пока вообще даже не думаю мы точно не вернемся ближайшие несколько лет онлайн наверное точнее на 23 год план сделать супер крутую достойную с классными отзывами партнерку которая будет высочайший сервис оказывать в паблик не в паблик не знаю но хочется достигнуть крутого оборота по количеству вебов вот я поставил такую метрику сколько у вас вебов активно важно что количество вебов все-таки объем 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 на количество вебов вот такая метрика у вас 1000 вебов активных вот в данный момент они льют там н я хочу это н делать в их здесь меньше вот это моя метрика это для меня знак качества я хочу это сделать хочу сильно перестроить работу команды наконец-то это будет удаленка построить классные процессы правильно санат рел я сейчас этим занимаюсь хочу бизнес аналитика привлечь чтобы он все это нам помогли под собрали эти дашборды что как ставить вопрос по контролю за работающим временем сотрудников те кто на окладе сидят в москве важно и мы же будем расти то есть тот же даже креативный отдел который делает прокла для пп шик и команд на него я уже вижу очень большой запрос и я думаю через два месяца мы не будем успевать даже на себя делать на будет расширяться расширяться надо будет как контролировать потому что все все руководящие люди они уехал раньше со строилась на кнута больше нет как ты реагируешь вообще вот на то что ну ходят по рынку там слухи не то что слухи да то есть люди общаются обсуждают там видит твой instagram менторство и так далее это ну то есть это похоже на инфобиз вот прям прям пахнет инфобизом идут два вопроса то есть не получим ли мы не видеть планов там условно на курсы дениса харламова через пару месяцев по арбитражу и и второй вопрос собственно как ты с этим шлейфом то есть мешает на тебе не мешают или как ты когда-то я спокойно абсолютно отношусь к хейту даже мне это с одной стороны листит пусть обсуждают пусть по-всякому обсуждают по хорошему по плохому ты никогда тебя не смогут ненавидеть все так же как и любить все за этой границы слетей не собираюсь но я как-то выправлять какое-то положение я не собираюсь в любом случае никогда чтобы не произошло но действую я так чтобы хейтеров было удобоваримое количество но оправдываться за шанс какой-то 20 процентов долбоебов пусть пусть будут они же даже не знают меня люди кто что-то говорит за моей спиной про меня очень часто оказывает что они не знают меня я не знаю их не знаю кто это они меня обсуждают диванные критики по поводу инфо цыганство да да и будет курсы что что я я заявляю я сделаю если сделаю курс это будет супер крутой курс за которым не будет не стыдно люди которые думают что пахнет инфо цыганством вот я их приглашаю свой инстаграм вот у меня там топ-линк все выступления вот пусть посмотрит что я говорю как я говорю если им нравится вот и они до сих пор считают что я инфо цыган если запустил какие-то продукты то это 20 процентов ну они туда попадают в эту как если расти будут ну то есть у нас сфера чувствительная я это знаю и допустим если ты запустишь там курсы условно запустить курсы то есть процент вот этих хейтеров их будет нифига не 20 их будет больше их будет так они же ничего не решают те кто будет хейтить безосновательно ничего не решают в целом они даже в своей линии не будет портить соотношение вообще раз комьюнити значит с овнерами партнерок они на еще с мое комьюнити честно мое комьюнити за который я дорожу это вот ну очень маленький круг мелком обведен все остальное так она работает будет влиять так или иначе ну то есть все равно там партнер пользуешься сервис нет но это именно тот круг который входит в ближней партнерки овнеры больших команд с которыми мы дружим общаемся мне важно их мнение к ним прислушиваюсь я критику могу переварить только от людей кто круче меня так так повелось я и ну просто не менее пробивает если кто-то что-то даже за дело там говорит там по факту там предъявляет но он кто это я одну просто короче скакивает ждем курсы да не курсы не ждем полтора миллиона будет наверное самый дешевый вариант онлайн нет 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 полтора миллиона цен таких не будет сделаем цену в рынке ладно давай вот прям какой-нибудь совет давай для новичков или давай разделим вот два совета новичок вообще просто джун вообще не разбирается в драже то есть какой-то ему совет он увидел подписался на кого-то может на тебя подписался или на меня подписался увидел что типа вот у чуваков есть деньги значит там есть в этой нише деньги и вроде как бы они легкие как все говорят да я хочу там пойти заработать себе на ламбу как у него вот для этих чуваков совет и для чуваков кто в принципе имеет свои команды арбитражные которые значит ну застопорились на определенном этапе да очень много команд просто зависают не растут они начинают депрессировать ничего не получается и так далее да и вот этим категориям скажем так людей советы от себя так первая категория те кто реально честно думает про ламбу забейте нахуй еще убедить бегите лучше купить альткоинов каких насю котлету больше шанс что заработаете новичкам кто реально хочет разобраться и заливать я вам желаю не впиваться в какого-то одного человека в одну команду и вот так их там боготворить следить за ними и все слова их принимать за там истину в последней станции все-таки нужно широко подходить нужно сразу попасть комьюнити ищите сразу комьюнити ищите тех кто умеет работать не те кто обычно люди ищут и чувак давай вместе будем разбираться это вот так работает я так сам начал чувак одного очкова куда-то деньги там давай вместе и как-то попроще были намного было бы лучше если бы я калку нити ментора нашел и такой чувак просто скажи сколько стоит час твоего времени раз в неделю давай зумчик я эту неделю читаю вопросики выписываю тебе звоню ты отвечаешь вот этот супер крутой подход вот если найти человека кто тебе честно будет подсказывать и если ты с таким подходом бесплатно наверное просто граждане не найти профессионально сколько стоит час твоего времени вот раз это уже менторство похоже смотри если мне напишет человек таким офферам вот отвечай отвечай мне я раньше отвечал всем да и сейчас по моему если я пролистаю телегу там все отвечено но чем чаще ты отвечаешь люди еще больше вопросу задают и вопрос не становится глубже то есть они как были там на определенной поверхности пишет и три месяца раз в месяц и что-то отвечаешь а глубины нет вот если мне чего напишет блин сколько то часто время я уже пойму намерение что человек готов задавать правильный вопрос и слушать а не быть вкидывать вот так вот а ты ему и фудеш это блять потреблятство поэтому лучше лучше подойти так серьезно ребятам кто занимается он норм мне очень книги допустим помогают серьезно любые бизнесовые книги мы сейчас первое посоветовать это к психологу сходить просто поболтать как как у тебя дела просто анализ состояния провести буквально вот банально с каким-то настроением живешь ложишься просыпаешься что тебя тревожит течение дня убери вот это дерьмище и ты поймешь как мозг оказывается за работу вот просто вот шелуху убрать сходить каким-то коучу стопроцент бизнес коуч там созвон на час стоит там 10 тысяч рублей чел вникнет в то чем ты занимаешься что-то там продумайте я вот до кого часам не дошел но это моя следующая инстанция пока стиху это с психологом работаем пока убираем плохое настроение бизнес аналитики добавить серьезности вот заплатить кому-то пойти поучиться на какие-то курсы ну серьезно какие-то предпринимательские курсы по масштабированию по целеполаганию по до кучи есть курс ты вот сядь посмотри какая у тебя проблема постоянно я дохожу там до точки x дохода и постоянно падает или я дохожу до 20 человек увольняю потом расстраиваюсь потом личные истории потом и как будто она все вот так попытайся найти эту проблему там с людьми и проблемы либо со страхами больших денег и попытайся это как-то снять на самом деле такие простые вещи могут сильно тебя запустить а в работе в работе блять не лить стандартные проку делать упор на креативы и не экономить на штате саппортов сейчас уже нет такого что 95 процентов баинга и 5 процентов у тебя там полукодер полудохлый и и какой-то чел кто картинки делает ну сейчас смещается обслуживающий персонал смещается и надо передумывать систему мотивации потому что такие проценты раньше мы работали 50 процентов от профита платили весь первый год работ десятых процентов от профита без кипя и кайф всем кайф как только мы ушли на лесенку 2040 рост пошел рост ни хера секс ты считаешь чем все зарабатывать мотивации появляются люди бы до мотивации появляются ты понимаешь просто резко оценивать что таких пастодонтов как ты с таким мышлением давайте всех привлечем выплаты вебу таких нет рынок 10-30 15-35 где-то с костами где-то без костов где-то 20-40 но надо быть конкурентным конкурентным по деньгам и превосходить по атмосфере в коллективе по всяким конкурсам не обязательно перебивать их бабками деньги очень мало кого на самом деле по-настоящему мотивируют есть люди кого ты просто по голове погладишь два комплимента сделаешь дашь ему 10 маленьких задач с ними справиться скажешь на на совещании вот это красава все сделать четко вовремя блять солнце вот такое у нее будет на шее заплати ему написать там вся тысяч дай премию ничего не изменится что ты можешь делать дадут тебе 1000 долларов 2000 долларов сейчас машин не купить квартир не купить супер классных вещей не купить ну пару раз газануть где-то там смолу исходите там по ресторану жизнь не меняется ну и по традиции в конце я предлагаю там провести какой-то розыгрыш предлагаю вот следующие условия ты запускаешь партнерку значит партнерок очень много да они все плюс-минус похожи нас я думаю что будет смотреть основное количество именно арбитражники то есть целевая аудитория вот пускай они напишут то есть мне в том числе это тоже будет полезно то есть какими свойствами основными каким у т.п. или отличительными свойствами должна сейчас обладать товарная партнерка для того чтобы обойти своих конкурентов вот ребята которые льют трафик которые работают с многими партнерками пускай напишут там вовремя выплаты не знаю что то еще там сервис там опруфы и так далее пускай пускай напишут цепочку вот этих основных вещей и желательно чтобы они отличались от других которые можно взять в работу который позволит там твои партнерки обустануться не только за счет себя да как бы как эксперт а в том числе за счет советов зрителей которые тоже в рынке которые понимают что ему нужно мне кажется это целом будет правильно если это не против конечно все клёво но может быть сделаем но сейчас 90 процентов я чувствую написать выплату ставку может быть немножко пусть покреативит топ-3 у тп у партнерки которые нет ни у кого пусть придумайте вот честно я хочу сделать классный сервис я вот уже вам рассказывал что мы хотим сделать сервис по выдаче промо для команд вот чего вообще нет у пп шик что было бы круто если бы они сделали вот то прям чего нет чего вы хотите придумайте не выплату я прав это понятно над всем чего нет сервис какую-то штуку вот прям 3 самый классный креативный ответ я думаю точно вдохновит на как минимум задуматься сделать у себя и разбираем как раз таки консультацию с тобой конечно бесплатно бесплатная консультация хорошо давайте на этом зафиксируемся по задачам я думаю все понятно как бы по призу тоже все понятно поэтому друзья пишем участвуем в жизни новые партнерки x лиц партнер я желаю тебе удачи приятно было пообщаться на самом деле вот чтобы кто не говорил то есть виден подход видна экспертиза я не видел твой стату да я не знаю да но я знаю как ты работаешь с многими проектами я общаюсь с умерами партнера то есть у вас трафик есть однозначно то есть у вас есть экспертиза есть значит уже результаты самое главное я желаю тебе эти результаты значит множить запускать новые проекты да наверное не обращать внимание особенно на хейтеров действительно всегда будут главное оставаться нормальным чуваком подписывайтесь на instagram пока